Друзья, сегодня несколько слов о том, как боксировать с левшой. Много было вопросов. Постараюсь раскрыть основные принципы. Ну и в советской школе бокса. Сейчас фактически они не меняются. Значит, смотрите. Первый момент заключается в том, что моя задача двигаться против часовой стрелки в этом направлении постоянно, стараться передней ногой отыгрывать позицию по отношению к передней ноге левши соперника. То есть я стараюсь сюда заступать, таким образом чуть-чуть оказываюсь для себя выигрышным положением и стараюсь не давать этого сделать левше. Да, соответственно, здесь он заступает, мне неудобно работать боксировать, у меня одна рука выключается. Первый момент. Следующий момент я стараюсь боксировать передней рукой, перебивать удар левши свою руку, то есть оставляя свою руку чуть-чуть выше. Это будет, значит, ну удобнее, если соперник примерно одинаковый рост со мной, но тем не менее. Соответственно, если это делать левша, если он перебивает мою руку, то мне здесь крайне неудобно работать с ним. Вот этот принципиальный момент, то есть отыгрываю ногу и перебиваю через руку. Следующий момент. Все знают, что надо начинать атаку с левшой сзади руки, но и также советую я вам заканчивать атаку тоже с задней рукой. То есть мы начали атаку с задней рукой, какую-то серию пробили и заканчиваем обязательно именно сзади рукой. Такие вот трехударные комбинации с левшей довольно плохо проходят. Важный момент заключается в том, что у левши печень расположена впереди, поэтому я стараюсь, несмотря на то, что левша защищает печень постоянно, потому что он об этом знает, я стараюсь какие-то акцентированные удары оставлять именно на печень. В любом сочетании. То есть это я могу за нее рукой, постараться попадать, я могу по классике сюда выбить, с учетом того, что я постоянно хожу за переднюю ногу и здесь, вот как раскрыть печень соперников. То есть вот такой принципиальный момент. И последнее, вот то, что я вам советую делать, с левшей проще работать дружной дистанции. Вот там скомки профессионалов. То есть когда я захожу где-то в середину, здесь преимущество левши, оно нимелируется, поэтому мне значительно проще работать именно в середине, визе. Здесь левша не так для меня будет, скажем так, опасно. Как он будет опасной дистанции, где мне нужно точно высчитывать дистанцию, точно высчитывать расстояние, да, заходить, выискивать нужные углы. Поэтому ближняя дистанция совершенно наиболее оптимальна. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.